МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Персональный акцент. Западные обозреватели с тревогой заявляют, что 2017-й фактически стал годом заката либерального порядка. Как-то уж слишком неожиданно происходят изменения в политическом ландшафте западных стран. Впору вслед за персонажем горьковского романа Клим Самгина задать вопрос, да был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было? Были ли на самом деле либерализм и глобализм? Были, но лишь на уровне идей и придумок, в которые заставляли верить очень способные на выдумки западные стратеги. Придумки эти помогали транснациональным компаниям распространять свое влияние по всему миру, а посредством политиков диктовать свои правила. Но, судя по многочисленным индикаторам, времена меняются. Вот об этом и о месте геополитических бурь в судьбе нашей страны поговорим с гостем программы. На студии директора Института дипломатических и политических исследований вопросов безопасности Валерия Асталеб. Здравствуйте! Приветствую вас! Мир меняется от аксиома, а в 21 веке, мне кажется, меняется он достаточно или довольно стремительно. Вот буквально несколько таких индикаторов, которые, на мой взгляд, кажутся такими событиями, которые кажутся говорящими. 8 марта, Международный женский день, Дональд Трамп делает подарок Меркель, подписывает документ о введении пошлин на продукцию стелилитейного и алюминиевого характера, то есть до 25%. Это как раз то, что в большинстве своем импортировала в США Германия. На границе с Мексикой говорит о том, что без стены США не выживет. Надо строить стены. То есть в нашем открытом мире, где все взаимопроникает, вдруг говорим снова о Средневековье. Немецкое издание Die Welt задается вопросом. Смотрите, Западу российский президент бросил вызов, он чуть ли не ведет войну Запада, а Твиттер Дональда Трампа молчит на эту тему. По поводу британских событий там пока ничего нового не появилось. Вот что в сегодняшнем дне планеты отличает его от вчерашнего и еще пока нельзя в нем увидеть день завтрашний? Вот на ваш взгляд. Я постараюсь ответить, чтобы это было максимально интересно, но и близко к реальности. Те, кто сегодня вечером нас сейчас смотрит, могут себе представить с их точки зрения, кто является основными мировыми игроками. Это США, Китай, Россия, Великобритания отдельно. И Евросоюз. Но так было и 10 лет назад, и 20 лет назад. Чуть раньше это было СССР, Китай, США и Германия, например. А теперь главный вопрос. Вот это обострение, свидетелями которого мы являемся в последние 5 лет, обострение уже на глобальном уровне. Они ссорятся из-за чего? Из-за того, что, например, Россия, например, не исповедует капитализм. Да нет, капитализм. Перешли до капиталистические рельсы. И ничего себе еще там капитализм. Может быть, Китай строит какое-то другое общество, основанное на коммунистических идеях и так далее. Я вас прошу. Там тоже монетарные ценности. Там такой капитализм, который многими не снится. Причем качественный и со своей спецификой. То есть, если мы говорим об экономическом строе, то правила везде одни и то же. Везде одни и те же. Это мы строим сегодня в мире капитализм везде. Ну, давайте Корею просто забудем. Все остальное это капитализм. Так? Так. Когда они придумывают разные мотивы по поводу прав человека, защиты каких-то ценностей. Ну, в это уже никто не верит. Потому что все давно поняли, что это на самом деле просто для большинства из этих игроков это красивые слова. Надо... Даже поступок по отношению к тем же немцам. Вот если говорить о свободном мире, о свободной экономике, то здесь получается далеко уже не свободно. Сейчас мы к этому подойдем. Надо, значит, мы боремся в Ливии за права человека. Не надо, закрываем глаза на то, что творится в Саудовской Аравии, лишь бы они у нас купили там оружие и в Кувейте, и в Катаре, и в других и других местах. То есть... И продавали дешевую нефть. Совершенно верно. Опять не про это. То есть права человека нарушаются везде, во всем мире регулярно, и справедливости нет. Это мы тоже все прекрасно поняли. Тот пример, о котором вы сейчас спрашиваете. А что у нас там в области экономики? Можем ли мы говорить, что после всех этих всемирных международных торговых организаций, стандартизации ЕС, свободные рынки, зоны свободной торговли? Можем ли мы сказать, что на самом деле существует чистая конкуренция, настоящие все в тех же правах? Конечно же нет. Транснациональные корпорации, те, кто давно, уже лет 30, 50 некоторые, наложили лапу на то или иное направление. Их интересует только рынок сбыта и только создание новой возможности для того, чтобы не просто производить, а продавать. Потому что, я сейчас скажу очень кромольный умысел, с ней можно не соглашаться. Но вот эти новые веяния в Европе с электромобилями и запретом, вот сейчас в перспективе запрет будет идти на дизель. Ну, по-моему, это мне лично говорит о том, что эти ребята зашли в тупик. То есть каждый год, в принципе, раз в год, в полтора надо что-то новое. Ты же не можешь продавать там модель, которая была пять лет назад, ее люди ищут, уже привыкли. А зашли в тупик с идеями, будешь продавать, ну, что еще придумаешь? Ну, вот, давайте-ка мы это запретим, зайдем с другого тыла. Когда, чтобы мы были здоровы, здесь все будет на электричестве, потом придумают, запретят уже это. То есть я к чему это веду, что на самом деле весь этот рынок, так называемый, свободный, да ничего не свободный. Вот для нас, на нашем микроуровне, чем закончилась эпопея со свободным рынком? Что ничего молдавского нет. То же самое у наших соседей происходит сейчас, у Украины. Огромнейшая страна, огромнейший потенциал. Одна из моих любимых стран. Я не понимаю, с какой скоростью куда она идет. Наших других соседей. Менее, скажем, для меня прямо близких, но тоже много румынского я там уже не вижу производства. Банков почти румынских не осталось. Ничего им там не принадлежит. Румынского производства, вспомните, кроме дачи, очень конкурентоспособная машина. Что еще вам на ум приходит? Да ничего особенного. Тоже страна с огромным потенциалом. Все есть. Все могли бы производить. И это потому, что только они такие неконкурентоспособные? Нет. Нет, потому что это на самом деле нет никакого свободного рынка. Тех, кого интересует экономика, давно уже поняли, что есть места, где производится дешевле и будут ввозить это до потери пульса. Просто в конкретный момент нужно поменять законы так, чтобы стало невыгодно местное производство. И тогда вы будете покупать только мое. И я буду продавать это вам до потери пульса 100 лет. Причем навязываются эти правила под опять же под эгидой каких-то европейских стандартов. А в конце, когда я ввожу товары вначале дешевле, потом я просто уничтожаю внутреннего производителя. Конкурента. Никого нет. И тогда что я делаю? Монополизирую. Монополизирую и повышаю цены в 10 раз. А куда ты денешься? Вот что у нас красиво произошло абсолютно во всех областях. Ну и сегодня давайте смотреть, сколько будут стоить производить молдавские яблоки. Не одно дерево посадить, а в принципе. Ну давайте мы посоперничаем с Польшей, например. Ну наши дуралей, которых это все не интересует, никогда не интересовало. Они там плавают в космосе. Когда подписывались договоры о свободной торговле с Евросоюзом, с Турцией, с Китаем сейчас подписывают. Где логика? Что мы выигрываем от этого? Они говорят якобы там цена товар. Я понимаю, но люди в первую очередь должны иметь место работы. Должны иметь чем заниматься. Что-то производить. Потому что иначе... А в чем будет состоять место работы? Мы за счет чего? За счет определенного количества продавцов польских, китайских и турецких товаров. Но это очень мало продавцов нужно. Нужно больше покупателей. А кто тебя будет покупать, если ничего... Неоткуда деньги брать? Но это элементарная логика. Получается, просто мы превращаемся в какой-то рынок, но рынок, где живут только продавцы. То есть продавцы зарабатывают на продаваемом, продавая друг другу продаваемое. Совершенно верно. Я недавно вернулся, я был довольно такой длительной командировки. Есть в Европе несколько стран. Где вот я постоянно наблюдаю за их динамикой. Они мне интересны. Я бы очень вам хотел сказать, что хоть что-то меняется положительное. Но скорость... Я специально скажу лишь, что это касается центральной Европы. Но скорость, из которой идет деградация в этих странах. И я вижу уже их, куда они... Во что они превращаются? В предаток. Просто аппендицит нескольких больших европейских стран, где что-то дышит. Экономика Германии абсолютно положительная. Я вообще очень часто и постоянно не буду, перестану повторять, что для Молдавии экономическая модель, формулы, как все существует регламентированно. Германия, это то, к чему надо стремиться. Туда сто лет можно стремиться, если честно. Но это хоть понятно, о чем это. Лучший образец получается из всего того, что можно себе же предложить. Я никак не воспринимаю понятия европейские стандарты. Я не понимаю, о чем они говорят. Я много читаю на эту тему, и я не понимаю. Потому что Греция входит в Россию. Можем сравнить товары, произведенные в Греции, с товарами в Дании? А одни и те же. Что же вы говорите, что стандарты те же тогда? Но они не одни и те же, с чем врать. Поэтому мне намного проще говорить о конкретных моделях. Лично для меня, конечно, самая близкая модель развития это Германия с точки зрения экономики. То, что мы не можем, мы не конкурентоспособны, но хоть понятно, к чему стремиться. Люди умеют себя защищать, я имею в виду, и интересы, и производят, и честно работают, и качественно. К этому надо стремиться. Пока что в контексте того вопроса, который вы задали в самом начале передачи, мы с 90-го года придумываем себе какие-то темы, либерализация, свободный рынок, какие-то слова, которые никто не понимает, все повторяют это вот постоянно. Ну и в итоге вот результат. Ну вот зритель задается вопрос, я думаю, а где же во всем этом Молдову? Отчасти на этот вопрос ответили наши власть придержащие. Вот не так давно прозвучало о том, что спикер Канду, например, выразил свою солидарность с теми странами, которые против, так сказать, строительства второй ветки газопровода «Северный поток». И буквально через некоторое время тут же, опять же, очередное заявление по поводу британских событий. Говорится о том, что Канду отметил, что Молдова и Великобритания должны быть солидарны перед угрозой, исходящей от недоброжелателя. Не указывается кто, но понятно, на кого, в принципе, в данном случае пал взгляд. Вот ваш комментарий, насколько Молдова должна быть вовлечена вот в эти геополитические разборки, передел, не знаю, и нужна ли нам какая-либо реакция на все это? Чем, ну вот, в принципе, наверное, необходимо заниматься тем, от кого зависит политическая и экономическая жизнь Молдовы? Я за Канду не голосовал и никогда голосовать не буду. Сомневаюсь, что вы тоже. Когда он говорит за всю Молдавию, и не он только он, а любой другой, да, я не понимаю, о чем они говорят. Я абсолютно серьезно, сейчас без юмора. Потому что они привыкли говорить за всю Молдавию. Ребята, вы осознаете, что здесь живет определенное количество людей, и у всех есть свои взгляды, намного чаще всего, намного реалистичнее, чем у вас там. Потому что с момента попадания в парламент, в частности, и в правительство, происходит какой-то, знаете, так, раз и улетели на другую планету. Все, есть вы и мы, они и те. То есть они уже, вот, до парламента он говорит одно, как только попал в парламент, он уже рассказывает о какой-то другой стране. Они живут в стране, где есть дороги, где постоянно есть какой-то экономический рост, есть какие-то успехи, где смотришь вокруг, ну, может быть, там, где-то. Так и тут, отвечая на этот вопрос, когда он говорит о Молдавии или вообще кто-либо, там, третий, опять, начиная, как мы начали с вами передачу, дело в том, что люди давно живут своей жизнью. Вы не Советский Союз, ребята, и вы не ЦК, о компартии, где, в принципе, люди очень часто представляли и были солидарны, во всяком случае, жили на определенном, довольно близком уровне, как с большинством населения. Никто вас не отождествляет сегодня. Стыдно было воровать, во-первых, знаете, а стыдно было демонстрировать на ворованные. То есть много было вещей, которые в советское время, ну, то, что сегодня, наоборот, демонстрация всего этого, это как демонстрация успеха. Кстати, за всем этим ведь не всегда все честно. Потому что ситуации, в которой находится наша страна, это много раз говорят, это же не центр Кишинева. Вот выехать вообще за пределы Кишинева, вот это наша страна. И тогда вот эти разговоры про Северный поток, про Великобританию, про терроризм. Может, это озабоченность, потери вот газа из-за... Не, ну, просто это реально разные планеты. Когда ты находишься в нашей стране, я бы сказал, вот, и ты разговариваешь про Брексит, про какие-то высокие материи, это две разные планеты. Это не честно. Мы не хотим от вас это слышать. Вы не являетесь международными экспертами. Вы не являетесь международными авторитетами. Ваше мнение ничего не стоит. Вы нули. Вас никто не слушает на международной арене. Это четко должно быть понятно. Вы находитесь во власти для того, чтобы нам не рассказывать, а показывать. Дорога, больница, социальная часть. Эти люди, которые там живут в этих условиях. Вот о чем. Не надо рассказывать. Может быть, Терезе Мэй было бы важно услышать оценку? Ну, там, наверное, поддерживать. Да, мы же понимаем. Они друг друга не слушают там, наверху. И это тоже правда. Разве эти международные актеры, они сегодня слышат друг друга? Они напридумали себе уже новые правила, когда что хочу, то говорю. И это тоже во всем мире. Вон китайцы отдельно сидят, молчат, только что-то делают там. Постоянно там надо наблюдать. Они через 2-3 года там всем покажут. И в экономике, и в военном деле. А вот эти перепалки, значит, США, Великобритания, Евросоюз чуть отмалчиваются сейчас. С Россией, ну, это ясно, к чему приведет. И ясно, для чего это все сделано. Скандал за скандалом каждый день. И все это очень становится похожим на разговор Шура Балаганова и Паниковского. А ты кто такой? Нет, кто ты такой? И вот это вот. Но мы же это наблюдаем. Вот что обратило на себя внимание. Вот смотрите, Израиль ведь достаточно, государство, которое играет достаточно большую роль в мировых процессах. И находится сам государство, развивается в довольно непростых условиях, тем не менее, довольно успешно. Но тем не менее, вот Израиль как раз и не присоединился с заявлением 4-х лидеров Великобритании, США, Франции, Германии, которые переложили на Россию ответственность в частности за вот это вот британское событие, отравление бывшего офицера ГРУ. И вот как раз это заставило задуматься. Здесь, получается, люди более ответственного порядка, потому что здесь звучит заявление, которое вызывает вопрос, насколько оно ответственно, насколько ответственен политик, который все это излагает. И понимаешь, что есть страны, которые, да, несмотря на то, что у них есть общие интересы с этими государствами, я имею в виду США, Великобритания, Франция, тем не менее, оно как-то стороне выражает собственное мнение. Вообще, с любого рода обвинениями, даже в частной жизни, на уровне, тем более, межгосударственном, всегда, последнего всякого случая, лет 50 люди были очень осторожны, потому что это нужно не просто доказывать, нужно быть четко уверенным, что ты понимаешь истинное положение дел. Много ума вот так бросаться обвинениями нет, но что дальше идет, помимо тотального дискомфорта и вот этой нервотрепки, то, что счастливых мало от этой всей ситуации, бьет же это все по самому главному, по торговле, по рабочим местам, по каким-то контактам, значит, все хереет, все меньше, все хуже, общая атмосфера, нагнетание, обстановки. Но эти вспомним себя. Могли ли мы подумать еще лет 7-8 назад, что кто-то серьезно будет разговаривать, например, о Третьей мировой войне или об обмене ударами между Западом и Востоком? Вы помните, гибридная война появилась тоже в эти годы. Но так, чтобы серьезно говорить, что ими переходят в военную фазу, ну, сложно было представить, но сегодня это происходит в Сирии, это происходит и прямое столкновение, они там, конечно, пытаются друг друга близко не цеплять, но война идет по-настоящему в том виде, в котором вы говорите, гибридная. Рядом с нами в Украине происходят серьезные боевые действия, надеюсь, они не возобновятся с новой силой. Этот обмен любезностями сейчас недавно Россия и США по поводу военного потенциала. Подождите, что, Арктика там на подходе? Чтобы мы были здоровы. Вы увидите через полгода, как начнутся эти разговоры про Арктику, там уже американцев беспокоят наращивание военной силы России в этом регионе. Это новый регион, так сказать, беспокойства. Но все это, вот то, о чем мы с вами говорим, на самом деле ни к правам человека, ни к свободному рынку не имеет никакого отношения. Все речь идет о том, что хочется монополии. И Соединенные Штаты несколько упустили момент, когда Россия перешла из фазы рабства и полного подчинения в момент, когда она стала учитывать свои интересы. И вот проскочили, как всегда, фазу, когда она уже может доказывать, почему она может на что-то претендовать и еще и доказывать это, так сказать, военным потенциалом. Это не только не нравится, это привело к тому, что мы с вами наблюдаем. Нужна демонизация, нужно показать, что все зло из конкретного места. Любой здравомыслящий человек понимает, что да просто от элементарной логи так не бывает. Не может быть, что во всем зле, который происходит в мире, были вина от США. Ну, так не бывает. А мы можем представить себе, что соединяются 15 государств и с утра до вечера трубят все зло в мире США. И давайте фактологию. Войны, госперевороты, значит, наркотики, куча-куча всего там, что можно наложить. И так с утра до вечера. Может такое быть? Может. Ну, страшно подумать, что произойдет. Не, ну, может же, может. Может. А почему-то все очень не доверяются. Например, я буду верить автоматически? Нет, потому что это непонятно, что это не может быть так. Но сейчас же так происходит, что со всех сторон, все, демонизация, везде и так далее. Что вы там боретесь, что вы что? Я опять права человека, но в это никто не верит. За капитализм? Так там капитализм. За что? Ну, вот же видим за что. Олимпиада, чемпионат. Все. Речь идет о том, что не нужен самостоятельный игрок со своими военными возможностями, который бы влиял на рынки. Вот в чем проблема. Это, получается, придется делиться какими-то зонами влияния, делиться какими-то своими интересами. Они хочется и не привыкли. Да, надо поступаться интересами. С 90-го года привыкли, что все получается само собой. У Китая там своя зона интересов, да и у них свои специфичные очень методики этого добиваться. А вот только впервые сейчас это все стало уже как реальная проблема отношений со СССР. Ну, наверняка вы смотрели фильм журналиста Владимира Соловьева «Миропорядок-2018». Вот мне в этом фильме, ну, помимо того, как раскрыт, так сказать, главный герой этой телевизионной работы, меня зацепило два момента. Первый момент — это финал фильма, когда Владимиру Путину был задан вопрос Соловьевым, Владимир Владимирович, будет ли война? Ответ, конечно, не был получен. И второй момент, когда Путин говорил о том, что да, кому-то, наверное, в Западе сегодня интересно, чтобы России не существовало. И тогда задаемся вопросом, зачем нам такой мир без России, такой мир без России. Я почему-нибудь этот момент заделал, я его переложил на нашу с вами действительность. Ведь, смотрите, сегодня в Молдове мы готовимся к событию, которое называется «Столетие объединения». Речь идет о том, что огромное количество людей сегодня стали исповедовать эту очередную мантру, очередную какую-то религию в отношении того, что сто лет назад произошло нечто, такое событие, которому мы должны быть благодарны. И в благодарность об этом забыть о своем государстве, вручить, так сказать, ключи от собственного дома со всеми его сарайчиками, коврами, там, не знаю, что у нас еще сохранилось после всех 90-х, 2000-х, и отдать это соседу и сказать, слушай, это твое, извини, этот попользовался немножко, вот теперь это твое. И я понимаю, что кому-то, видимо, нужно, чтобы мир был без Молдовы. Вот нужен ли нам такой мир без Молдовы? Во-первых, я не думаю, что их так много, на самом деле. Точную цифру я, конечно, знать не могу. Давайте я фактологически постараюсь убедить. Во власти достаточное количество, чтобы изменить, смотрите, законодательство, внести что-то в Конституцию. Это хоть одно такое изменение нашу жизнь улучшило? Совершенно. Это очевиден ответ, что нет. Но кому-то, видимо, это помогло. Из так называемых унионистов, хотя совершенно никто из них не может объяснить, что это такое. Если честно, когда их спрашиваешь, они не могут объяснить. Начинают путаться, теряться, блеять, уходить от ответа. Назовите, пожалуйста, лидера унионизма в Молдове. Вы не можете назвать. Размыто, мне кажется, это целый ряд политиков. Совершенно верно. Вы не можете его назвать, потому что его нет. Трэн БСС-ку давать, претендующим на молдавское гражданство. Его нет. То есть, уже сложно сказать, что такая серьезная идея, что у него даже нет лидера. Второе. Сколько процентов сегодня есть у главной унионистской партии? Во-первых, назовем ее. Какая у нас главная унионистская партия? Наверное, либералы. Предположим. Сколько там? 0,0? 0,1? С политической точки зрения, это факты. Я не вижу особой поддержки. Второе. Является ли правдой то, что в Румынии из государственного бюджета, конкретно через несколько структур, департамент Румынии вроде предутенди, еще несколько, правда ли то, что финансируется в Молдавии? Журналисты, радиостанции, телевидение, неправительственные организации, блогеры и так далее. Правда? Правда. Суммы большие? Большие. Получается, иностранное государство, я назвал направление, финансирует крикливость. Все эти люди издают звуки. Они ничего не производят. Но зарабатывают деньги. Сейчас мы к этому вернемся. Румынское государство, например, оно не... Не было завода. Раз, есть завод. Не было там школы. Раз, есть школа. Они производят звуки. Они производят истерику. Для того, чтобы некоторые люди, вот примерно то, что вы сказали, у них создалось мнение, что нас много. На самом деле у вас ничего не много. На самом деле вы издаете звуки. Я недавно участвовал в новой передаче, кто-то там, если ты по дому товарищ, говорит, мы вам школы строим. Стоп. У меня единственный вопрос. Назовите одну школу, которую вы построили. Только одну. Не надо школы одну. Мы ремонтируем вам садики. Что означает это слово? Вы поставили дверь? То есть мы ремонтируем. Вы видели какой-нибудь детский сад отремонтирован? Идут куда-то, там бросили два ведра краски. Мы отремонтировали. Манипуляции. Я не думаю, что... Опять возвращаюсь к примеру, который чуть раньше рассказал. Если мы выйдем... Вот прямо сейчас с вами сядем в машину, выйдем 15 километров от Кишинева. В сторону Вадулу и Вод. В сторону Ханчешт. Вы понимаете, что в большинстве сел нет ни света, ни жизни. Ничего нет сейчас. Культурной, социальной. Давайте мы сейчас с вами поедем, сядем и спросим у людей. Так что было в 18-м году? Празднуем сегодня вечером или послезавтра? Эти люди, которые подписывают... Сейчас это отдельный разговор, что они там подписывают и какое право они имеют. Вы думаете, они не знают, что было в 18-м году? Они изучали это, они понимают. И в-третьих, что сказал Паниковский? Не делайте из-за декульта. Нет, вернее, у него отобрали огурец. Это Остап Бендерская. Я отобрал у Паниковского огурец. Так и тут, что вы вцепились в 18-й год? Я их спрашиваю. Был 18-й год, а был 40-й, 28-го июня. Академия наук делает у нас, если это историческое событие какое-то, оно один из эпизодов. Будем 28-го июня праздновать. Потому что тоже есть там 70 лет, я уже не помню и так далее. Это тоже событие. Молдавия была частью Турецкой империи. Будем праздновать. Была частью Советского Союза. Будем праздновать. И вот это я бы попраздновал. Видите, избирательность есть когда-то с этим историческим событием. А почему именно это? А что такого произошло? В момент развала Российской империи, тотального хаоса, собрались непонятно, кем избранные люди вот в этом хаосе. И штук там, сколько их, 60, говорит, это все не надо, мы туда. Причем руководил этим товарищ, который приехал из Санкт-Петербурга. Сюда. Вот это он там все заведовал. Поэтому я на это смотрю, если честно, и на это событие, только под одним ракурсом. В Румынии есть несколько людей, которые сделали из унионизма профессиональную карьеру, потому что они депутаты в румынском парламенте. Но рождены они здесь. Они такие же балаболы там, как и их товарищи здесь. Интересно, пианы, унириш, это там, а по делу мы видим, что. Так они там такие же, значит, претензии, территориальные претензии, потому что унионизм это территориальные претензии. На самом деле, если говорить открытым текстом, они хотят территорию. Причем, заметьте, очень важно, до Днестра. Они под разным предлогом, там они со словоблуди, но не хотят это до Днестра, потому что понимают, что Приднестровье никогда в жизни. Гагаузия тоже. Север тоже. Так, ребята, у вас территориальные претензии по поводу Кишинева. Только Кишинев тоже разбит надвое. Это гражданская война, как минимум. Поэтому это территориальные претензии с хулиганским оттенком, понимая, что это не произойдет. Но есть бюджет в Румынии, есть несколько людей, которые на этом зарабатывают там, есть сотни, которые на этом зарабатывают здесь. Ну, почему, если тебе дают зарплату, они покричают с утра до вечера. Этому же человеку завтра дают в два раза больше, он будет кричать в обратную сторону. Я думаю, вы в этом не сомневаетесь. Слушайте, ну, кроме эпитетов, что это продажность, у меня, например, другого ничего не приходит. Да, ну, так и есть. То есть, тогда сожалею, что, например, те же потомки Османской империи, например, не протестировали наших молдавских политиков, но, опять же, на эту продажность. И сказать, давайте мы вам предложим деньги, кричите, пожалуйста, там, сказать, унире, но на каком-то турецком. Поэтому, представляет ли, это, в принципе, опасно для нашего государства? Ну, конечно, да. Почему? Потому что втихаря, из-под тишка, в том числе, из-за толерантности нашего общества, из-за низкой политической культуры. Я уже устал это, конечно, повторять, но мы же позволили в 90-е переименовать наши улицы, непонятно во что, в школы ввести название языка другое, ввести историю другого какого-то народа. У нас даже есть площади унире, улицы унире. У нас есть улицы с названием фашистов. Ну и про Антоневскому. Не только, у Ктавиан Гога, бывшая Венопольская. Да кучей. Значит, это же мы позволили, тоже так, из-под тишка, втихаря, и так далее. Так они таким же тихой сапой, незаметно, не могут еще много, что понаделать. Но, из-за своей наивности, они не поняли, что вот этой своей наглой и хамской тактикой, они получили совершенно другой результат. И я искренне рад, что на данный момент я вижу уростки не политически поддерживаемые кем-то, какого-то движения, а я вижу уростки уже настоящего молдавского гражданского общества, которому искренне не нравится, что происходит. У нас есть уже несколько молдавских организаций, молодежных, которые очень талантливы, искренние ребята. Вот эти парни, Урмашилу Штефан, Дмитрий Ройбову, Николай Паскару. Очень интересные ребята, что они делают, что они говорят. Они никакой политикой, как я вижу, не занимаются, но они не позволяют издеваться над нашей государственностью. Их довольно много. Мне очень нравится то, что они делают. Я думаю, что все сложнее будет вот этим унионистам, во-первых, объяснять, чем они занимаются. Потому что, заметьте, наши журналисты еще страдают с тем же, когда они их приглашают. Никто же никогда не спросил их, скажите, можете четко объяснить, чем вы здесь занимаетесь? Только четко, вот без этого. Унионизм. Это подразумевает собой исчезновение молдавского государства. Да или нет? Только без, повторюсь, без, но вы понимаете в контексте, если, да или нет? Потому что они должны сказать да. Ну, тогда журналист должен открыть им тут же уголовный кодекс, сказать, извините, но мы не можем поехать в Румынию и говорить, что мы работаем на исчезновение румынского государства. Нас тут же ребята из СРАИ пригласят к себе и правильно сделают. Мы не можем поехать, например, в Румынию, взять чужие флаги и говорить, вот эта часть, значит, должна полностью быть отторгнута от Румынии. Потому что Румыния, естественно, будет против. Я неправильно. Но почему вы это делаете здесь? А делают это они, потому что мы это позволяем. Вот в таком случае почему такая реакция, на ваш взгляд, той же службы информации безопасности, МВД, прокуратура? Слабые, трусливые, некомпетентные, а в последнее время еще и никакие с интеллектуальной точки зрения. Всегда у подобных служб, к сожалению, на протяжении истории есть тенденция скатывания. Есть и моменты, так сказать, положительные, а есть элементы скатывания в политическое обслуживание. То есть, вот как хотят наверху услышать, так и будем писать. Вот сегодня это происходит. Хотя, вот завтра, как вы думаете, если бы этот СИБ был бы не под так называемым парламентским контролем? Кстати, что такое парламентский контроль СИБа? Это кто из депутатов контролирует? Все. Большинство? А что они в этом понимают? И каким образом они их проверяют, что они там делают? То есть, формально парламентский контроль, она по факту, наверное, контролируется кем-то? Да никакого парламентского контроля нет. Никто не проверяет. Вот в чем вопрос. Я об этом и рассмеялся. Потому что в нашем государстве, в частности, служба информации и безопасности должна быть четко встроена в иерархию системы власти. И естественно, что она должна подчиняться президенту. Естественно, это логично. Я не называю имени. Это не зависит от того, что сегодня это Дон, послезавтра третий и так далее. Она должна подчиняться президенту. Президент-гарант, прежде всего. Совершенно верно. Потому что он, так сказать, получает эту информацию, он может давать указания и может гарантировать ее исполнение. А так кому? Депутатам они там что-то пишут? И они это чувствуют. Я почему завел эту тему? А в парламенте что, не разнобой? Я недавно из любопытства, честное слово, посмотрел на состав комиссии по безопасности. Что-то мне всегда казалось, что там какие-то авторитетные люди, боже мой. Я когда посмотрел на эти фамилии, у меня волосы дыбом встали. Потому что я говорю, а если я хочу написать парламентскую комиссию по безопасности, потому что нельзя депутатам напишут, о том, что вот происходит там то-то и то-то. Я когда увидел, кто туда входит, туши свет. Вот вам и весь парламентский контроль. Так там это чувствуют и видят. Поэтому и сидят, и не знают, как поступать. А эти чувствуют с этой стороны. Румыны действуют очень активно у нас в стране. Я имею в виду румынские спецслужбы. Не очень, так сказать, тебя ведут. Тогда вот ваш прогноз относительно событий 24-го, 25-го, 26-го, 27-го. Я вижу хулиганские сейчас замашки. Я вижу, естественно, наблюдаю и в социальных сетях, так сказать, подготовки, скольких городов, как они за три дня до этого приедут. У них там есть уже инструкции, как себя вести, как избегать полиции, куда звонить, в случае, если их там будут вязать и все такое. Они готовятся очень хорошо. Сколько их будет, сложно сказать. Все нереально сложно сказать. Во всяком случае, будут в десятки раз больше, чем местных. Это точно. Какую тактику поведения они изберут, я тоже не могу сказать. Там тоже могут быть какие-то провокации. Нам как быть? Вот другой вопрос. Горожанам. Нам надо ставить их тут наедине, чтобы они устроили тут себе этот... Но они могут сами себя избить и объявить, что это пашеневцы избили. Совершенно верно. Или мы все-таки ведем нормальный образ жизни. Или это такой парад своеобразный, чуть не придал ему аббревиатуру. Не знаю. Я бы хотел сказать, что это просто так пройдет. Не стоит обращать внимание. Но я не уверен, что так будет. Ведь существуют документы, подписанные с румынским правительством, а взаимопомощи в случае каких-либо событий. Вот если представить себе такой вариант, что вдруг избили какую-то группу Нет, я думаю, что касается МВД, сегодня там есть определенного рода профессионалы. Я отношусь с уважением к господину Панзарь. Я уверен, что они все это держат под контролем. И в случае какой-то там ситуации, я думаю, что они сумеют отреагировать. Речь не об этом. И речь о том, что в принципе вот это хулиганское, то, что они себе позволяют, то, что будут здесь вытворять, это мне просто как гражданину, скажем, не совсем по нраву. Но одно, что это не особо перетечет в что-то. Если они себе позволят, чтобы это перешло в что-то, что нарушает закон, это будет им большой минус, потому что в будущем их можно будет просто не пускать. Президент страны сегодня опубликовал в социальной сети такое предупреждение, заявление в адрес тех местных властей, которые дружно голосуют за Унирию. Ну, там речь идет о каких-то не очень дружно. Не очень дружно, да. В адрес даже не странных властей отношение того, что если в событии 25-го, 27-го перерастут в некие, будем говорить, враждебные государства акции, то президент объявит создание национального фронта по борьбе с этим Сунирием и чтобы вернуть ситуацию в нормальное русло для того, чтобы во всяком случае в Молдове хоть политическая жизнь должна быть все-таки управляемой, а не так взять и отдать на откуп хулиганам. Я считаю, что и СИБ, и прокуратура в данном случае ведут себя непрофессионально. Я считаю, что они ведут себя малодушно и совершенно на мой взгляд безалаберно, потому что это не идеи, как они пытаются некоторые сказать, что они имеют право. Вот домой пошел и всю свою квартиру обклеил своими идеями, написанной на туалетной бумаге. Пишешь у Ниря и обклеил всю квартиру. Маньяки обклеиваются. Вот это идея. Пишешь, это твоя идея. Хочешь, выйди с этим на улицу. Тоже, как идея. Но когда ты используешь государственную символику, как, например, штамп, мэрии, когда ты используешь какие-то государственные механизмы, это не идея. Это уже в этом и смысл существования государственных атрибутов. И это они делают не потому, что они дураки. И это делают не те, кто это делает. Вы же не думаете, что это все на самом деле эти все люди, которые там иногда не смотрят, не читать не умеют, что они вдруг решили писать какие-то тексты, которые никто не читает. Кстати, заметьте, эти декларации никто не читает. Все априори, что там наверняка что-то там написано. Но это все срежиссировано, был заранее план, были выделены деньги, там были эмиссары, они это все ходят, все это пишут и так далее. Все это хорошо, но штамп, государственный атрибут, вот что должно интересовать прокуратуру. Я могу сегодня, например, взять и написать вместе с еще 200 моих коллег что-то и взять и написать обращение, что мы присоединяемся к Индонезии. Но могу, скажу, что идея. А если среди нас будет еще какой-то мэр и он поставит штамп, это будет тоже идея или тоже будет непонятно что. Так это то же самое происходит. То есть в данном случае вот эти манипуляции государственными атрибутами это в принципе предмет для возбуждения уголовной статьи? Это обязательно, потому что почему я обе структуры беру? Во-первых, все обязаны это предупреждать. У них есть механизмы согласно закону не только добывать эту информацию, они могут проводить еще и профилактические беседы, это предусмотрено законом. Не обязательно доводить дело до прокуратуры, до наказания и так далее. Они могут просто разъяснять человеку, что действия, которые он предпринимает по своей глупости, тупости, недоразумению или еще по какому-то мотиву, они в принципе не совсем законные могут привести к проблемам и для государства, и для него. То есть они должны были эти дела еще тогда. Они должны были узнать, что есть такие планы. Они должны были узнать, кто это делает. Сработать на опережение. Совершенно верно. они это провалили, потому что они ищут все зеленых человечков и танки. Они все ищут. Значит, прокуратура теперь уже должна этим заниматься. У них есть возможности. Но там тоже сидят и говорят, ну это идеи. Это очень легко так отписаться с надеждой, что ничего не случится. Но это никакие, повторюсь, не идеи. Валерий, под занавес времени совсем не осталось, но все-таки я себе позволю такое превышение временного режима. Два вопроса. К нам приезжает Франко Фротини, это спецпредставитель действующего представителя ОБСЕ по преднестровскому регулированию. Бывший министр странных дел Италии. Да, Италии. Снова будет говориться о преднестровском регулировании. Там, во всяком случае, есть надежда, что эти 8 проектов будут как можно быстрее дореализованы молдавской и преднестровской стороны. Перспективы продвижения в этом преднестровском направлении. Итальянцы вообще довольно авторитетные люди в этом смысле. немцы, итальянцы для меня вот что касается подобных проблем я отношусь искренне с уважением. То есть это не просто там, ну еще одна страница, еще одна президенция и так далее. Это серьезные люди. Фротини тоже авторитетный человек. Говорить о том, что прямо за этот год они могут особенно в предвыборной иметь в виду, что происходит в мире особо как-то повлиять нет. но после избрания уже я думаю, что можно говорить об этом. Я думаю, что будет избран Путин в России и я думаю, что следующим я много раз об этом говорил, что одним из первых файлов, которым займутся это будет Украина в той или иной форме решения этого вопроса. С миротворцами, без, как это все будет, я не знаю, но я думаю, что это будет. Это будет иметь автоматически и на нас очень большое влияние, потому что это невозможно все решать регионально, без того, чтобы понимать, что будет с Молдавией и в каком ключе. Я думаю, что итальянцы тоже прекрасно понимают, как и немцы, и поэтому вопрос решения Приднестровской проблемы, он не просто на словах, он становится объективной необходимостью для Евросоюза, для России, для Украины. То, что у США в этом противоборстве с Россией есть свой взгляд, и они, как и румыны, предпочли бы сюда правый берег в НАТО как-то затянуть, в любой форме, в какой-то, видите, в Украине уже придумывают несуществующие названия. Да, там предбанник НАТО. Страна-аспирант. Вот они выдумали, такого статуса вообще нет. Ну, просто не существует. Так надо же, посидели, выдумали, бросили в прессу, все, Украину там принимают в НАТО. Вот так что-то нечто подобное сейчас пытаются придумать и по поводу Кишинева. Тоже думаю, так как же изменить, уже какие они тут не делали и опросы, и пытаются, они видят, что большинство населения против изменений нейтралитета. Нет, любой ценой они хотят поставить вопрос отмены здесь нейтралитета. Правый берег им нужен НАТО, левые не понимают каким, но это принцип известен. Так не доставайся ж ты никому. И вот американско-румынский интерес, они, к сожалению, очень нетождественны с европейскими и российскими. Потому что вы заметите, кстати, увидите, что все больше европейская и российская позиция по Приднестровью, она будет прям не сближаться, вот прям параллельно уже. И будут наши американские товарищи, которые будут говорить, нет, нет, так не пойдет. Ну и уже под занавес последний вопрос. Суд признал вашу правоту. я говорю о суде в деле против историка Руслана Шевченко, который неоднократно вас называл платным российским агентом, еще какие-то были эпитеты. Судебная инстанция пришла к выводу, что посягательство чести и достоинства вы выиграли, суд отстояли свою честь и достоинство. Я так понимаю, что в этой же студии, мне кажется, вы тогда первый раз озвучили, что суд будет выигран и деньги полученные в качестве материальной компенсации этого ущерба, морального ущерба вы отдадите на ремонт психбольницы. Не на ремонт, я перечислю, они сами там решат. Судьба, пожалуйста, еще раз это все проговорим. Я просто перечислю, как я обещал, эти деньги, они будут перечислены на счет психиатрической больницы. Будут ли они отданы на лечение, на ремонт и так далее, они уже сами решат, но я думаю, что это тоже был такой своеобразный прецедент. Настолько привыкли люди безответственно бросаться словами и настолько хамски себя ведут, что просто конкретно вот этому товарищу, он очень безответственно себе позволяет людей там называть. Вы мне верите, что он больше никого никогда так не назовет? Не берусь за него. Он больше так никогда называть никого не будет. Более того, очень много хамов, которые до сих пор позволяли себе как там сразу перестали это делать. То есть с деньгами не хочется оставаться? Называют уже иначе там не меня, речь не обо мне, как они себя ведут. Уже придумывают какие-то эпитеты, что угодно, но уже прямого оскорбления нет, потому что поняли, к чему это придет. Я на другой вашей передаче, что мы были здоровы, я потом вам расскажу об одной еще интересной новости, то, чем я сейчас занимаюсь. Ну так если вкратце. Буквально. Меня очень заинтересовала в истории шпионской, в кавычках, которая закончилась очень печально для всех этих болванов, которые в этом участвовали. Я здесь же, где и был, и такой, какой я был. А где они сейчас, я потом вам расскажу. И где и будут. И с господем Балановым еще тоже разберемся на эту тему. Я вдруг решил, как и в случае с оскорблением чести и достоинства, давай, хотя я давно это не хотел делать, я понимал, что происходит. А посмотрим, как у нас в стране вообще с разглашением личных данных. Это очень важная часть, смотреть, где вы живете, что у вас есть, и как я могу использовать эту информацию. И сегодня я получил наконец-то официальный ответ. 12 страниц незаконных просмотров за последние два года. И у вас в эфире, я говорю, что все эти структуры и все люди, которые в этом участвовали, они не только будут наказаны, а сумма, которую я получу с вас всех за это, я думаю, что можно будет отремонтировать уже корпус психиатрической больницы. Ловлю вас на слове, так сказать, право первой брачной ночи, ну, такая метафора. То есть уже буду ждать, так сказать, информации от вас и с удовольствием приглашу вас в студию, чтобы все это дальше, ну, не знаю, помочь вам реализовать и, во всяком случае, озвучить. Озвучить, потому что это уже все, я просто расскажу, я думаю, что это тоже станет очень популярным, потому что наши государственные структуры настолько обнаглели и позволяют себе просто беззаконно это все делать, что я думаю, что пришло время показывать, что права человека, о которых они нам рассказывают, они на самом деле должны соблюдаться. В частности, передаю сегодня привет нашей пограничной полиции. Сегодня передаю. Вскоре расскажу и о них. Ну все, мы вам ретранслируем этот привет. Спасибо вам за сегодняшнюю встречу. Время с вами бежит быстро. Надеемся, что так же быстро пробежите ожидания очередной следующей встречи для наших зрителей. И мы с удовольствием проанонсируем следующую программу с вами, когда она будет состоится. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был директор института дипломатических и политических исследований вопросов безопасности Валерия Столе. Поставайтесь с нами, будет интересно, мы работаем для вас. «Персональный акцент»